СНБУ Украины приостановило деятельность парламентской фракции «Оппозиционная платформа за жизнь». У нас в гостях бывший депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко. Здравствуйте, Алексей Валерьевич. Здравствуйте. Вот ранее ведь работа многих других партий была тоже остановлена, но теперь речь уже о парламентской фракции. Вот как это вообще соотносится с освещением Западом Украины, как такого оплота демократии? Ну, вообще-то это антизаконно и неконституционно. Они нарушили сразу минимум пять статей основополагающих про народных депутатов и кто и как имеет право лишать депутатского мандата, а тем более фракции. Ну что, столько поступает преступный режим, столько так. Если говорить относительно Европы, Америки и Англии, ну, это применяются двойные стандарты. Поэтому в данный момент правда никому не нужна. В Украине должно быть заглушено все. И для них, для украинского обывателя это так и должно быть. Для Европы тоже должно так и быть. Но ведь агрессор же Россия. А это будем говорить люди, которые представляют сегодня интересы не только России и народа. Значит, их не должно быть. Вот и все. Ну и не могу не спросить сейчас о Медведчуке. Что сейчас вообще можно сказать о сложившейся ситуации? Как вы думаете, зачем это все? И что за этим вот стоит? Ну, давайте будем говорить так. Я по большому счету написал. Мы знаем, что в Донецке, в Донбассе, на Украине работает очень много инструкторов. Американских, английских. Там есть генералы, полковники, майоры и так далее. Что это обозначает? Поменять Медведчука на тех, кто попал в плен. Не интересует сегодня Зеленского обычный солдат украинский. Не интересуют азовцы, атошники там. Это вся мерзость. Его не интересует. Поэтому взяли фигуру и вложили в заложника. Я не думаю, что сегодня Россия пойдет на обмен. Или ДНР пойдет на Медведчука. Я не думаю. Это мое лично такое мнение. И так далее. В истории мы уже это проходили. В Великой Отечественной войне. Сталина, сын. И чем это все закончилось. Поэтому мы должны понимать, что коварный враг – это Америка, Англия. Мы должны признавать, что война Великой Отечественной войны продолжилась. И мы должны понимать, что двери Третьей мировой войны уже открыты. А вот какая сейчас ситуация вообще с борьбой с неугодными на Украине? Не только с Медведчуком, но и с другими людьми. Понимаете, если рассматривать, допустим, Николаев, Одесса, Никополь, Запорожье, Киев, Западная Украина. Всех, кто что-то высказывает против сегодняшнего режима, он будет арестован. Мы это наблюдаем. Практически многих уже сегодня арестовали. Неизвестно, где они делятся и так далее. Нам надо уже думать, как их освобождать и не тянуть со спецопераций. А вот если говорить о самом этом режиме, то насколько Зеленский, ну и в целом, вся украинская власть сейчас имеет какую-то свободу? Насколько они от Запада зависят? Они зависят от Запада на тысячу процентов. Никакой свободы не имеют. Они в туалет не могут сходить без Запада. Они не могут покушать без Запада. Охрана у них без западная. Ну, власть фактически вся прогнила. И власть фактически куплена западными кураторами. Все. Там голова не ихняя. И мозги не ихняя. Мы же это видим уже наяву. Что они говорят, то и делают. Ну, то есть, можно сказать, что и вот эти вот все аресты по политическим мотивам и та же ситуация с Медведчуком, это все вот этими вот светлыми странами Запада, которые заявляют там о свободе и демократии, которые всех других... Я уверен на тысячу процентов, что команда была дана арестовать Медведчука именно из Пентагона, ЦРУ, Америки, Англии. Потому что они понимали, что образовываются котлы. Они же не дураки, да? Поэтому в данный момент надо вылавливать всех, кого могут пустить на обменный фонд. Вот и все. Просто они не знают нашего русского Илана и не знают наши принципы. Поэтому они еще раз попадут и проиграют. Жалко вот только людей, которые могут сегодня пострадать. Вот еще одна тема, которая сейчас активно обсуждается, сейчас на Украине опять идет борьба с монументами и памятниками. Сносили там сначала памятники Пушкину, теперь прямо борются с монументами борцам с нацизмом. В Тернополе вот снесли памятник советским летчикам, другие памятники тоже сносятся. Вот они высмеивают очевидные, что Украина больна вот этой вот человеконенавистнической идеологией, но тут же открыто делают вот такие вот шаги против монументов спасителям мира от нацизма. Вот как это в одной голове укладывается? Во-первых, сеет раскол успешно. Во-вторых, происходит вражда успешно между тем или иным человеком, даже между родственниками. И в-третьих, они-то успешно советское прошлое уничтожали. Будем говорить воспитание нацистов, фашистов, строят новую идеологию, строят новых для себя героев, чужды нам. И все. Мы должны свое забирать и не смотреть в рот, что нам скажет долбаный европеец. Спасибо большое, Алексей Валерьевич. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал «Спутник на русском», пишите свое мнение в комментариях, ставьте оценки этому ролику и до скорых встреч. До свидания. И подписывайтесь на мой телеграм-канал «Алексей Журак». Спасибо.